всем привет не обязательно покупать формы чтобы сделать садовую дорожку сейчас попробуем сделать формы из подручных средств это можно взять вот такие вот пластиковые ведерки из подкраски любую емкость вот большая емкость это каких-то игрушек детских если ведерки такие тонкостенные то можно обмотать боковинки их не скотчем чтоб было плотнее чтоб раствором не распирала в общем формы готовы выстилаем их плотной полиэтиленовой пленкой если пленка тонкая то лучше взять в два слоя и закрепляем ее по торцам вот так вот скотчем это будет у нас имитация коры для наших будущих спилов также эта пленка поможет легко нам выгрузить изделия из форм вот первый вариант мы делаем фактуру спила или рисунок спила вот просто обычной мягкой вот такой вот вязальной проволокой получается вот такие вот как бы будут круглые бороздочки накрываем это все дело стрейч лентой это вместо того чтобы смазывать там маслом что-то ну в общем так удобнее и и она очень долго хватает раствор самый обычный как делается для обычной тротуарной плитки две части цемента 500 пол части песка и 5 частей мелкого щебня фракция где-то 25 но можно 5-10 миллиметров вот так вот утряхиваем такой вот вибростол у нас но это для образца если делать много потом можно сделать какой-нибудь примитивный вибростол там даже из перфоратора в общем в интернете много всяких на следующий день когда уже у нас раствор схватился можно эти формы разгрузить и вот такие вот рисуночки у нас в общем получается все это легко отделяется как я уже говорил вдруг что-то там не понравилось рисуночек не такой или где-то скол или трещина то можно всегда это все сразу после выгрузки из форм подправить раствором вот таким одна часть цемента марки 500 одна часть песка все это хорошо замывается и потом подправляется каким-нибудь резачком или каким-нибудь острым предметом мастерком столовым ножом в общем вот такие вот получаются у нас простенькие но оригинальные вот спивы второй вариант больше нравится зрителям по своему наверное рисунку но здесь чуть больше ручной работы первый слой получается плитки такой же как и первом варианте тоже щебень 5 частей цемент марки 500 две части и пол части песка в общем это все также вытряхиваем хорошо чтобы не было никаких пузырьков воздуха чем будет меньше там пузырьков воздуха тем долговечнее будет наша плитка и второй слой делаем одна часть цемента марки 500 две части песка верхний слой делаем толщиной где-то примерно 1 сантиметр он нам понадобится для нанесения рисунка рисунок можно вот наносить сразу по сырому если вы хотите как бы ну приловчиться и попробовать всегда можно это все исправить взять мастерком просто и его выровнять можно даже нанести вот так вот просто такие шаблончики подождать пока немножко раствор схватится и потом уже сделать более тонкую детализацию но это если там ну как бы не набита рука обычно это все легко простенько делается тут сомневаться в принципе не в чем вот и если подождать вот так вот два три часа там 5 все зависит от температуры в котором идет сушка этих форм и и тогда уже от детализируем это все дело на следующий день можно разгрузить также формы все подправить по-свежему зачистить и отправить плитку сушиться на 5-7 дней для чего это делается для того чтобы грунтовка хорошо потом вернее краска с грунтовкой первый слой хорошо впиталась в эту плитку и она где-то на миллиметр-полтора впитается вот коричневая первый слой наносится с грунтовкой краска это цвет черный шоколад дальше наносится акриловая краска для наружных работ этот цвет будет примула подсветленный это коричневые там где кора и желтая часть это цвет охра в общем вот так вот наносим это все легонечко разрисовываем под ваш свет можно серым ну в общем кому как больше нравится и получаем вот такую вот садовую дорожку особенно она хороша будет для клуб для гравийных клуб чтобы по земле не топтаться понятно что тротуар вы такой плиткой не выложите так как она круглый еще один хороший вариант применения этой плитки это вот сделать вот такие природные дорожки на газоне и прям вырезаешь землю и вровень землей ложишь эту плитку тогда газонокосилка легко проходит не зацепляя ножами всем спасибо пока